Олимпиада 80. Грандиозная церемония открытия воспевает дружбу народов СССР. Среди яркого медального перелива в Москве особым блеском выделяются награды Нелли Ким. Теперь казахстанка пятикратная олимпийская чемпионка. Но мало кто знал, что за два года до игр эта хрупкая девушка перенесла тяжелую болезнь. Вердикт медиков был суров. Никакого спорта. Окей, выходите, гости дорогие. Впервые в истории отечественного телевидения журналисты Каспорта побывали в гостях у Кимонелли. Съемочная группа пересекла океан, чтобы рассказать о том, как девочка из Шимкента стала национальной гордостью. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова И она что-то делала, куда-то лазила. В то время уже видно было, что кем-то она должна стать таким. Детьми бегали здесь, играли, казаки-разбойники. Казался раньше дворик такой был большой. Сейчас, конечно, он стал какой-то маленький. Ну, самое главное, видите, беседка сохранилась. Ну, в общем, у меня Волга была. Папа меня научил водить. Большая у меня тогда оказалась машина. Семья Ким ничем не отличалась от тысячи других семей в городе Чемкент. Ну, если только интернациональностью. Владимир Соколинский кореец, его супруга Альфия Татарка. Чтобы поднять троих детей, родители полностью отдавались работе. Отец на шиферном заводе, мать в торговле. Мама и папа почти полгода не знали, что я гимнастикой занималась. А маму уже я пригласила с папой на соревнования, когда уже я первый раз где-то выступала, чего-то. Они так очень удивились. Сумка на плечо, она, сумка чуть до земли не доходила. Она сама уйдет в спортшколу, там километра два. Юную Нелли, любительницу лазить по персиковым деревьям, черную от южного загара, увлечь спортивной гимнастикой смог тренер. В прошлом сам тяжелый атлет Владимир Байдин. Ему очень нравилось снимать фильмы о гимнастике. И вот так, таким образом, он научился понимать гимнастику и начал разбираться в технике элементов, познал биомеханику через эти элементы. И начал учить. Начинали мы где-то занятия на стадионе, он же понимал, что только игровыми методами можно привлечь ребенка к спорту. Поэтому у нас была легкая атлетика, были эстафеты. И вот в этих эстафетах она всегда отличалась. Мы ее даже всегда на последний этап ставили, для того, чтобы она действительно принесла какую-то победу команде. Она могла бы и не стать олимпийской чемпионкой. Глава семейства Ким лишь в первый раз лично повел старшую дочку в спортшколу. На вторую тренировку Нелли идет самостоятельно. Заплаканная она стоит на перекрестке шумного Чемкента. Волею судьбы рядом оказался Байден. В будущем наставник еще не раз указывал ей верный путь. Буквально зал был разделен на половину, ковер посередине. С этой стороны мужского отделения, а с той стороны женское отделение спортивной гимнастики. В принципе, из старого, что и осталось здесь, только это, может быть, крыша, стены и вот это лонжер. Вот даже Владимир Борисович иногда говорил, что вот мы леким лентяйком. Ну, ему задавали вопрос, почему? Говорит, скажешь ей пять раз, она пять раз сделает и не упадет. Так что это началось именно с этого. Из-за целенаправленности именно и обдуманной каждой движением. Она могла собраться и показать то, чему даже была не готова. Именно на соревнованиях. Вот это вот качество, качество многоборца, качество спортсмена по-настоящему. Благодаря таким победам уже совсем скоро тандему Байден-Ким станет тесно в рамках Казахской ССР. И лишь самые близкие люди знали, через какие трудности они прошли в самом начале большого пути. Они с тренером очень часто ругались. На тренировки идут нормально, оттуда уже идут они отдельно. Он говорит, я все, ее больше тренировать не буду. Оказывается, тренер Владимир Борисович Байден ей сказал, что у тебя плечи вот не спортивные, не гимнастические. Она из-за этого обиделась. Ушла с зала и пришла домой и заплакала. А у него, оказывается, это была часть его психологической подготовки. Это у него некоторые моменты были в плане. То есть он очень был умный человек и знал тактически, как подойти. Не всегда она могла настроиться на какие-то сложные элементы, пойти, все. Тут, конечно, нужно было, чтобы и режим держать. И она уже взрослая становилась. Ей хотелось немножечко где-то отвлечься от гимнастики, все. На девятом году их общей работы как раз наступил 1974-й. Нелли Ким и Владимир Байден решили. Пора. Пора выдвигаться на первые роли в масштабах СССР. Впереди Москва. Там мы по трое суток сидели. Варя в вокзале. Без стульев, без сидений, просто на ступеньках иногда, потому что задерживали очень много самолетов. Постоянно я и думаю в голове, где она сейчас вот такая маленькая. Одна в Москве там ходит, черт, где она? Непонятно. Сказать слово боялась. Я была очень стеснительная. И вот работа тренеров, хореографов. Мы работали каждый день по много-много часов. Вы знаете, просто улыбнуться на публику ребенку в 15-14 лет очень сложно. Работа президентом Женского технического комитета Международной Федерации Спортивной Гимнастики отнимает у Нелли Ким 24 часа в сутки. А ведь хочется в этой жизни чего-то еще, кроме спорта. За что я люблю Неллю? За ее честность, за ее простоту. Она не снобистка. Она, хотя знает себе цену, она королева. Нелли Ким знает цену настоящей дружбы. Сплоченность советской команды под прицелами видеокамер на самом деле была красивой ширмой, директивой сверху. С Ольгой мы дружили, и было плохо, и хорошо. Но она простая очень была, человечек простой. Но свою программу знала. И вот она как-то в 1975 году на Спартакеаде, еще перед финалами, она решила меня немножечко сбить с толку. И она так приходит с тренировки и говорит, ты знаешь, она тоже это двойное сальто пыталась выполнить, ты знаешь, я сегодня так хорошо двойное сальто прыгала. Просто здорово. А ты что-то падаешь. Я говорю, ну ничего, Ольга, я падала на тренировки, на соревнованиях, все будет хорошо. В 1976 году я вот уже тоже стала в ряд звезд. Но я не чувствовала, что я вот со своими подругами по команде могу вот себя вот так вот вести, что я звезда. Хотя вот у нас интересно, были разговоры, например, Ольга всегда говорила, есть звезды, а есть кометы. Вот она считала, что я звезда, а все другие кометы. Вот мы все были кометы, а она звезда. Понимаете? Ну, у каждого свое мнение о себе и о других людях. А Нелли Ким покорила всех грацией и мастерством в сложном упражнении на бревне. К тому времени спортсменка из Казахстана уже была в составе сборной СССР. На первенстве страны стала второй. Уступила только капитану команды Людмиле Турищевой. Зато оставила позади саму Ольгу Корбут. Хотя еще в 1972 году Нелли Ким по телевизору наблюдала, как в Мюнхене на Олимпиаде выступают будущие подруги по команде. Конечно, когда я пришла в сборную, там вот такая вот пришла маленькая девочка из какого-то Казахстана, из какого-то маленького города Чимкента, который никто не знал, где вообще он на карте находится. И вот тогда, когда я начала вот эти сложные элементы показывать, тогда они уже серьезно меня начали воспринимать. И та же Турищева Людмила, и Ольга Корбут, они уже во мне почувствовали соперницу. Я уже была на голову выше. Я выполняла такие элементы, которые они близко не могли даже подумать. То есть у меня уже была новая гимнастика. Эти слова «новая гимнастика» в середине 70-х годов вызывали недоумение у соперниц. И снисходительную улыбку у судейского корпуса. Но для выскочки из Чимкента эти взгляды стали дополнительной мотивацией. Мужчины первые показывают вот сложные элементы, а потом женщины повторяют. А у нас с моим тренером Владимиром Борисовичем Баденом был девиз. Если ты хочешь выиграть, покажи что-то новое. Риск, оригинальность и виртуозность. Вот это вот было. И тогда, в то время, Цукахару уже прыгали, Людмила Турищева уже прыгала прыжок, вот этот Цукахару. И чтобы мне его выиграть, мне надо было добавить поворот на 360 градусов. Вот и я это сделала. Очень большое количество, 15 матов вокруг снаряда мы стелили для того, чтобы освоить этот сложный прыжок. Не сразу он ей давался. Он фотографировал ее на каждой тренировке. Делал кинограмму, по кинограммам разбирался, где у нее какие пробелы. Почему она не поднимается вверх? Почему у нее винт не получается? И вот такими мелкими шагами они, конечно, шли к этому. Первый чемпионат мира. 1974 год. В Варне казахстанка завоевала самую памятную для себя медаль. В опорном прыжке Нелли травмировала ногу, но все равно вышла на нелюбимое бревно, где пробилась в финал. Ну, вот врачи, что могли, все сделали, конечно, с синей ногой. Меня никто не заставлял, но мне очень хотелось выступать. И я вот выступила, и я заработала бронзовую медаль. Я сделала неплохое упражнение. Ну, конечно, для меня тогда я была еще только новичок в сборной, я только вошла. И на меня еще так смотрели пока, вот как на забойщицу, знаете, кто начинает выступать. И потом в конце уже выступали звезды. Ее все знали, но ее побаивались. Все-таки, как-никак, знаменитость. Она, можно сказать, она на голову выше была, чем мы. Вот, кстати, и дом, где жила Нелли Аким. Вот он, ее подъезд. Она жила на третьем этаже. Здесь мы уже проводили вместе, встречали ее, когда она выигрывала уже турниры. Первые были магнитофоны. Все любили джинсы, все любили косметику Ланкову, все любили пластинки Битлз и Иглз и Биджинсы, все разные. Вот это, как подростка молодежи, естественно, у меня были джинсы, самые последние у меня были. Музыка, все пластинки были самые последние высшего качества. Многие в мире задались вопросом. Откуда в сборной Советского Союза девочка с восточной внешностью? В Ченкент приезжает съемочная группа из капиталистических Соединенных Штатов. Дотошный американский журналист хотел сам увидеть бриллиант, который взрастила древняя туркестанская земля. Вот здесь снимал он все, вот здесь вот буквально за два дня нам подрезали, заасфальтировали. Дали Байдену трехкомнатную квартиру, ей трехкомнатную квартиру. Все это было заснято и... Так что это мировые звезды. Вот этот американец снимал мировые звезды. Нелли Ким сегодня бывает во многих странах. И везде ее зовут по-разному. Уважительно, как и подобает ее регалиям и нынешней должности. Но были времена, когда казахстанку называли Кимонелли. Один из тренеров как-то быстро проговорил Кимонелли к телефону. И получилось Кимонелли. Девчонки сразу подхватили. Мы могли убежать, никто и не знал, что мы пошли на дискотеку в Нью-Йорке. А никто и не знал. Мы через заднюю дверь вышли и так же вернулись. Ни тренера не знали, никто. Потому что у нас это были не соревнования. Мы часто приезжали в Америку на показательные выступления. После больших соревнований. В 19 лет Нелли Ким впервые попадает на Олимпийские игры. Действие разворачивается в канадском Монреале. 1976 год. Она приезжает с тренером, но Байдин не может быть рядом. Под угрозой десятилетний тренировочный марафон. Естественно, Байдин поехал как турист, потому что у нас вывозили одного тренера в Союзе. Ну и я в группу тоже туристов попала. Значит, билетов на нас не было. И только благодаря тому, что там заинтересовались американцы, которые снимали Нелли Ким. Они вот выбрали олимпийцев, на кого они ставки делают. И вот эта пресса нам дала билеты. И мы за счет этих билетов попали даже в зал гимнастический. Игры в Канаде. В их преддверии Нелли получает трогательное послание от поклонницы. По мнению юной ленинградки, Монреаль должен был стать олимпиадой трех К. Кимонелли, Корбут, Каманечи. Возросшая ответственность, усиленная подготовка и мандраж дебютантки все это привело к психологическому срыву. За день до старта в голове крутились мысли. Я ничего не умею. Я ничего не могу. На помощь пришел Байден. Как когда-то в детстве. Он, наоборот, меня отвлекал от всего. Во время соревнований, пока я не выступала, а в промежутке, пока я ждала свой подход, мы могли обо всем говорить. Мы могли о магазинах говорить, о покупках каких-то. Мы могли говорить о друзьях, о каких-то планах. То есть он максимально меня старался отвлечь от того, чтобы я думала об упражнении, как я его сделаю, там настраиваться. Предсказания девочки из Ленинграда стали постепенно сбываться. Разыгралась главная соперница советских гимнасток Надя Каманечи. Реальная угроза в лице румынок заставляла тренерский штаб СССР лихорадочно выдвигать стратегии на острие которой были Турищева, Корбут, Ким. И пока наши спортсменки по вине тренеров теряли на расстановках десятые балла, Каманечи старательно их собирала. Если бы ее поставили не Турищеву и не Корбут ставили первыми двумя номерами, а поставили ее, я уверен, она бы еще была олимпийская чемпионка по многоборью. Она после второго дня Каманечи перед многоборьем проигрывала в 60-х. Это запас от нападения. А в конце проиграла всего две десятки. Я считаю, что произошел психологический стресс у меня. И я перегорела. Мы не рассчитали, может быть, 4-5 дней. Меня передержали, скажем так. Выступаю, значит, я на бревне и делаю колесо. Это у нас обязательно программа. Колесо – это самый элементарный детский элемент. И вот когда я нахожусь в карнагаме, я вдруг думаю, ну что я переживаю, ну что олимпийский. То есть я настолько перегорела, что я готова была упасть с бревна. И я приземляюсь на ногу и начинаю падать с бревна. И вот когда я начинаю падать, вдруг меня осеняет. Ты что делаешь? Стой на бревне, потому что это же Олимпиада. На играх в Монреале советская команда по традиции берет золото. Впереди индивидуальное многоборье. Корбут слетает сразу. Кимонелли с Турищевой продолжают биться до последнего. Так они и финишировали. Камонечи первая, Ким вторая замкнула тройку Турищева. Девочка-прорицательница немного ошиблась. Я начальником цехов. Позвали меня в контору слушать радио. Каждый раз, как передавали. Очень часто передавали про нее. Каждый раз меня вызывают к директору. И здесь мы все стоим, слушаем. Итак, многоборье позади. У Ким остался последний шанс доказать, что в Чемкенте есть гимнастика мирового уровня. Это финалы на отдельных снарядах. Кимонелли попадает на свои любимые виды. Опорный прыжок и вольные упражнения. Прыжок, разбежался, прыгнул. Брусья, летаешь, летаешь, никто даже твоего лица не видит. Там в основном правильное положение тела. А вот здесь вольные упражнения, у тебя все. Ты как артистка в театре. Это театр. Прыгает Надя Камонычи. Самая высокая у нас оценка 10 баллов. Она прыгает 9.95. Уже выше, казалось бы, уже невозможно прыгать. За ней прыгает Нелли. И Нелли, она прыгает обыкновенную Цукахару, а Нелли прыгает Цукахару с винтом. Ну, мы все, конечно, сидим здесь такие напряженные. Все. Она берет, прыгает этот прыжок и ни одного, ни единого шага не делает. Делает в доскоп прыжок. Судя замирает на две минуты. Все. И тут, смотрю, выставляется оценка 10. Потому что почему? Во-первых, прыжок в доскоп. Во-вторых, сложнее прыжок. Ты выступаешь, но настолько автомат, что ты как бы даже вот себя со стороны видишь. Я не могу объяснить это состояние. Я даже сейчас просматриваю свое упражнение, и я считаю, что... Ну, я, конечно, нахожусь там что-то. Когда очень сильно ищешь, что-то найти можно. Но в то время, по сравнению с другими, в общем-то, я считаю, что это заслужено было. 10 баллов. Вся страна ждала новостей из далекой Канады и следила за выступлениями Кимонелли. Разница во времени, бессонные ночи свершилась. Впервые в истории спортсмен из Казахстана трехкратный олимпийский чемпион. Сама героиня, едва сойдя с Кидистала, позвонила домой. Впервые из-за границы. И нам все говорили, вот, как вам удалось воспитать такую дочь? А я всегда говорила, не я ее воспитала, она сама себя воспитала. В этом духе. В спортивном духе она сама себя воспитала. Для всех это был фурок, конечно. 76-й год. Завоевать сразу столько олимпийских медалей. А это еще раз подтверждает ее характер. Ведь никто на нее практически особо-то не ставил. В сборной союза. Это чудо, что она смогла туда пробиться. Это чудо, что она могла там себя проявить. И это чудо, что она могла стать олимпийской чемпионом. В этом доме Нелли Ким родная. Так уж вышло, что в Миннеаполисе живет и семья Николая Меликула, наставника, с которым она готовилась к Олимпиаде 80. После Монреаля успешный тандем Ким Байден распался, поскольку Нелли переехала в другую союзную республику. Девочка выросла. Уже ей было там лет под 19. Но куда уже деться? Уже любовь появилась. И эти чувства ее увели в Минск. Кимонелли вышла замуж за коллегу-гимнаста белоруса Владимира Очасова. На новом месте Меликула и его супруга Тамара Модестовна всячески опекали Нелю, которая к тому времени поневоле приняла решение закончить карьеру. Я приехала в Минск просто уже выходить замуж и жить как нормальный человек, никакой гимнастики. А бросить я же не могла. Вот. И я ходила в зал, смотрела, смотрела гимнастику. И вот так вот мы как-то втянулась обратно. Вот. Но Тамара Модестовна меня и подлечивала, и подкармливала, потому что у меня была язва 12-перстной кишки. Вот. Я в месяц почти пролежала в больнице на уколах. Откуда язва в 20 лет? У спортсмена, который живет по режиму. Тяжелая болезнь – это последствия перегрузок. Три олимпийских золота только распалили амбиции Кимонелли. Она не дала себе толком отдохнуть. Еще больше усложнила вольные упражнения, вставила двойное сальто с поворотом на 360 градусов. С очередной тренировки ее забрала скорая. Ее звали Железная Нелли. У нее такой стойкий характер, что она, если надо, она сделает то, что надо. Не важно, как тяжело ей это будет, никто этого не увидит, но она сделает. Ну, конечно, очень упертая она, честно говоря. Но и отец у них такой же. Два характера у них очень тяжелые. В 1977 году мировые СМИ облетают сенсационная новость. Олимпийская чемпионка завершает карьеру. Из успешной спортсменки Нелли Ким в одночасье превращается в домохозяйку. Но продлилось это недолго. У меня перерыв получился почти 4 или 5 месяцев. И у меня появилось или открылось, как говорится, второе дыхание. Вот эти все годы тренировок, повторения упражнений, то я могла их сделать, можно сказать, с закрытыми глазами. Настолько я вот была готова. Я в то время работал с ее мужем. Ну и она начала приходить в зал. Вначале так, просто посмотреть. Ну а чтобы не просто сидела, так я ей предложил, давай начинай разминаться. Ну и потом она постепенно вошла в форму. Возвращение в спорт требовало огромных усилий. А в это время на семейном фронте разыгрывается драма. За годы совместной жизни Сачасовым Ким поняла, насколько они разные люди. И самое главное, что, к сожалению, в спорте большие спортсмены еще бывают и не могут удержаться от алкоголя какого-то. А мне это очень не нравилось. Разочарованная неудавшимся браком, она полностью сосредоточена на спорте. Разучивает новые вольные упражнения. Девиз остается прежним. Хочешь победить? Покажи что-нибудь новое. И опять недуг. После язвы аппендицит с интервалом в один год. Но Аким совершает чудо. Восстанавливается к очередному чемпионату мира, который проходил в Страсбурге. Итог. В многоборье серебро о коронке Нелли, опорный прыжок и вольные упражнения, золото. В нее уже руководство не верило. И не доверяли ей. Там и тренеры были против. Против нее голосовали, чтобы ее не включали в команду. Но ее включили в 1978 году. Под занавес 70-х Международная Федерация Спортивной Гимнастики решает проводить первенство планеты раз в два года. В американском Форт-Ворте Нелли Ким становится таки чемпионкой мира в многоборье. На всех снарядах она получает по 9,85 балла. Каманечи позади. Окончательно рассудит двух величайших гимнасток Московская Олимпиада. Я приехал, черт не знаю, набрал там и винограды, и дыни, а передать я не мог. Потому что она была в Олимпийской деревне, а там черт не отцеплены милиции, солдаты. Не пройдешь. Только по телефону можно поговорить. Дома и стены помогают. Да, советские гимнастки выиграли очередное командное золото. Но лично для Нелли Ким московские стены оказались шероховатыми. В финале многоборья в любимых ее вольных упражнениях поплыла музыка. В итоге она срывает доведенный до автоматизма прыжок. Двойное сальто. И Ким, и Каманечи остаются без золота. Побеждает Елена Давыдова. Остаются финалы на снарядах. Это последний день Кимонелли в большой гимнастике. И ее заставляют поддаться. В пользу дружественной страны. Она отказалась. Гимнастки разыгрывают последний комплект наград в Москве. Любимые казахстанкой вольные упражнения, в которых она стала лучшей на предыдущих играх. Неужели опять будут фокусы с музыкой? Нервы Кимонелли на пределе. На кону пятое олимпийское золото. Кимонелли на пределе. Кимонелли на пределе. Исполнено чистое. Придраться не к чему. И тут какая-то возня у судейского столика. Румыны подали протест. Минуты обсуждения показались Ким вечностью. Вердикт в вольных упражнениях две чемпионки. Кимонелли и Надя Каманечи. На пьедестале подсчета они впервые заговорят друг с другом. Все, теперь заканчиваем? Тихо спросила Нелли. И получила в ответ да. Пора. Я не знаю, в Казахстане, наверное, не только не в Казахстане, но и во всей Азии. Не только среди женщин, но и даже среди мужчин, наверное, до сих пор никого нет. То есть у меня какая-то своя книга Гиннесса, рекорды у меня свои. Он, наверное, до сих пор стоит среди спортсменов Азии. Весь мир прощается с олимпийским мишкой, а она идет навстречу новой любви. На дискотеке для участников Олимпиады Кимонелли знакомится с украинским велосипедистом Валерием Мовчан, также чемпионом этих игр. Далее последует свадьба, переезд в Харьков, рождение дочери, которую также назвали Нелли. На службе спортивной Фемиды Нелли Ким больше 30 лет. Впервые она судит бывших соперниц на соревнованиях 83-го года. Пощает новаторов, которые толкают своим безрассудством спортивную гимнастику вперед. Ведь в свое время Кимонелли за программы не получила заслуженных оценок. Я считаю, что мне надо попытаться пойти в исполнительный комитет Международной Федерации Гимнастики и даже, может быть, на позицию вице-президента, я так думаю. Потому что с той позиции, если я буду вице-президентом, я могу еще больше помочь в развитии гимнастики. В свое время пределом ее мечтаний был автограф Людмилы Турищевой. Сегодня она сама вершит судьбу мировой спортивной гимнастики. И где, как ни в Казахстане, должна быть именная школа Нелли Ким. Благодаря ей, можно сказать, мы завоевали лицензию 2012 год в Лондон. На тот момент женской сборной не было. А вот после вот этого шага, как девочка завоевала лицензию, нас уже как полноценную команду уже сформировали, женскую сборную. Так что, благодаря вот Нелли Ким, можно так опять-таки сказать, у нас возродилась женская гимнастика. Ей завидовал космонавт Георгий Гречко. На помосте она преодолевала земное притяжение без видимых усилий. Имя Кимонелли стало синонимом легкости и изящества. И встретила она свою судьбу за выбором колбасы в продуктовом магазине. И вот так вот они как-то там зацепились, влюбились, и вместе он очень ей помогает. Он так ее поддерживает. Ой, чтобы ко всем женщинам так относились, как относится он. Не только одна какая-то деятельность – быть гимнасткой, быть судьей, быть тренером, быть человеком. И быть представителем, послом гимнастики во всем мире. И соединяя все это воедино, люди говорят, что она самая совершенная гимнастка за всю историю этого вида спорта. Поэтому она стоит на пьедестале, недосягаемом для других. Ее кочевая жизнь во славу спортивной гимнастики началась в 10 лет, в далеком 1966-м. Пятикратная олимпийская чемпионка. Тренер. Судья. Две олимпийские чемпионки подряд 2004-го и 2008-го года вышли из клуба Валерия Люкина. То есть, а Валерий Люкин наш казахстанец. Вот подряд, такого я даже не помню, чтобы из одного и того же клуба выходили олимпийские чемпионки по многоборью. В то же время президент технического комитета тоже из Казахстана. И вот получается, высшие достижения в гимнастике, как спортсмены подготовили казахстанцы, и высший судья по гимнастике по женской тоже из Казахстана. И я вот так думала, вау, это же надо вот два таких момента, и все из Казахстана. Настолько богата талантами земля казахстанская, что... Но никто об этом не думал. Я вот сегодня первый раз как-то к этой мысли пришла, представляете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok